Сегодня не каждый регион может похвастаться наличием Союза общественных объединений инвалидов. Нашей области повезло. С 2005 года здесь существует организация, которая занимается защитой интересов людей с совершенно разными формами инвалидности. Сейчас в нее входят 24 объединения со всей области. Среди них незрячие, глухие, люди с нарушениями опорно-двигательной системы и множество других. Деятельность Союза важна не только для них, но и для чиновников. Ведь часто представители власти могут просто не видеть и не знать проблем конкретных людей. Соответственно, не могут вмешаться и помочь. Да и сами инвалиды зачастую не знают своих прав. Поэтому и нужны специалисты, которые могут предоставить доступную консультацию. За этот период существования Союза мы помогли нескольким организациям создаться родительским, кому-то выжить помогали. Чем? помогали консультациями юридическими, бухгалтерскими, поддерживали, буквально писали уставы, чтобы родители могли объединяться, создавать свои организации. И вот так и получилось. Сначала появилась раньше всех организация «Ангел», объединились родители детей с аутизмом. И вот они стали представлять свою уже группу. А несколько лет назад благодаря поддержке Союза удалось создать Архангельскую региональную общественную организацию помощи родителям, воспитывающим детей с множественными органическими и редкими генетическими заболеваниями. Коротко, аргемоз. Объединить такие семьи крайне сложно, ведь эти родители, как правило, полностью привязаны к ребенку. Но им удалось. И вместе они нашли возможность оставлять детей днем в специальных центрах, благодаря чему у эмоционально выгоревших мам появилось, наконец, время для собственных интересов и желаний. Вообще, сфера социального обслуживания долгое время была закрытой и непонятной. Многие и сегодня не знают, куда обратиться за той или иной помощью. Союз не просто консультирует людей по этим вопросам, но и выступает в качестве ресурсного центра для поставщиков социальных услуг. Мы стали помогать организациям войти в реестр поставщиков и выстраивать там отношения с и органами власти взаимодействовать, и с получателями, потому что там много законодательства. Вообще, существование некоммерческой организации, которая связывает людей, пусть не с идентичными проблемами, но с очень похожими, крайне важна. Ведь, понимая суть вопроса изнутри и действуя сообща, можно свернуть горы.